И здрасте. Здрасте. Блл останется? Останется. Я так это бодрюсь. Шутки кончились, значит брл. Значит брл. Ребят, нас очень одна подписчица просила, я не могу отказать. Линейка Мальшо, она небюджетная. И по ней практически нет информации. За все года, за 10 лет, почти 11 уже работы с доставкой Икея, заказывали раз в 5, наверное. То есть очень такая небюджетная серия. Но мне есть что вам о ней рассказать, как и прочему всегда. Значит, давайте вводим линейку в черном цвете. У нас 4 предмета. Высокий сервант, высокий стеллаж сервант, такой сервант классический, шкаф-витрина и вот такая тумба под ТВ. Все. 4 предмета. Ценник начинается от 30 тысяч и заканчивается... Нет, от 25 и 30... 25-37. Дима такой выраженец. И что там в нее вложили, да? Знаете, давайте по составчику пробежимся. ДСП, ясеневый шпон. Морилка, прозрачный акриловый лак. Ясеневый шпон, прозрачный акриловый лак. ДСП, пленка, ясеневый шпон. В чем фишка мальчо? Это стиль. И это колониальный стиль, это классика, это вот для любителя. Согласен? То есть нужно любить. Это черная мебель, на которой будет видно все. Пылища, которые вот только протирали сегодня при нас, и она уже здесь лежит слоем. Это царапины, которые будут на ней оставаться. Но такую мебель надо любить, и она должна подходить к интерьеру. Просто так взять, воткнуть в витрину мальчо, либо в стеллаж. Блин, ребят, ну это... Крамольно как-то. Поэтому она должна быть в стиле. Давай разбираться. Вот сейчас перед нами шкаф витрина размером 103 на 141. Черная морилка, стеклянные дверцы. И благодаря продуманным деталям создается ощущение, что эта мебель создана вручную искусным мастером. Во-первых, ручки очень красивые, металлические. Печаль, что она черного цвета, и места тут мало. Боюсь я вот всю вот эту красоту черного цвета не смогу передать. Вот так вот угол вот сюда. Давайте попробуем. Был бы чуть-чуть побольше пространства. Да, ее как-то так не заслужим. Такой угол загнали, да? Да, такой дорогой мебель. Ее надо, наоборот, показывать. Даже в интерьерах я бы ее сделал. Ну вот так. Боятся, что испортят. Открываете дверцы, девушка. Здесь у нас две дверцы. Очень мягкий, плавный ход. Ну блин, за эти деньги грех, да? Чтобы он еще не был. Две полки, низ, как ну фактически третья полка. Она с доводчиком даже, да? Он именно плавного хода. Видишь? Опа. Уже соглашаюсь потихонечку. Смотри, как это доброта реально сделано. Вот, ребята, как будто, знаете, классика. Такая дореволюционная даже. Дальше. Сервант Мальшо 145 на 92. Шкаф, витрина. То есть здесь у нас два ящика. Ну, ящики без усиления. А я смотрю, даже направляющие другие совершенно у ящиков. Это как у Паксов. Да, как у Паксовских ящиков. То есть они обмонтируются и их просто не вы... Ну, как бы их разбирать надо, чтобы снять. Логню чахот. И точно то же самое, что и у большой витрины. Дальше. Шкаф, витрина 60 на 186. Черная молилка. Съемные стеклянные полки позволяют регулировать. Можно поставить подсветку. Один, два, три, четыре, пять полок. Одна из них, ребра жесткости. Она несъемная. Дальше стеклянные. Понятно, это не для книг. Это для красоты. Это для посуды. По-другому, ну, даже смысла нет использовать. Дима кайфун. У него эстет внутри. Нет, я просто верю, что это такие. Что она так может дать. Дальше. Кстати, давай как раз мы через склад пойдем и посмотрим, кто это сделал. Шиш, она на выписке. Она на фуллсерфе. Ее нельзя взять на складе. То есть эту мебель только через выписку, оплату и только потом получать. Че. Нет, ну мы попробуем бенигера. Никто тебе этого не скажет. Это надо смотреть на коробку. Это мы только если в нижнем потом в комментах напишем. Дубы под ТВ с раздвижными дверцами. 60, 48 на 59. Вот стилистика одинаковая. То есть две полки больших. Здесь серединка разделена для того, чтобы не было провиса. Вот так. Я предлагаю тебе, чтобы обзор получился большим. Потому что, ну как большим, нормально. Потому что сейчас мало, да, по времени получается. Ну да. Давай мы сейчас сразу, я поделюсь своими знаниями по серии Режиссер. Она тоже небюджетная, тоже очень редко заказываемая. Она взойдет к тебе. Ну давай попробуем. Ребят, линейка Режиссер. Такое интересное название. Она сейчас в двух цветах продается. Вот он, шкаф витрины белоснежный. И рядом со мной шкаф черно-коричневый. Если мы сейчас еще найдем элементы Режиссера, мы доснимем. Если нет, то извиняйте, что нашли. Потому что мебель, опять скажу, небюджетная. И ее мало представляют в интерьерах. Значит, Режиссер черно-коричневый. Благодаря продуманным деталям создается ощущение, что это мебель заготовленная вручную. Искусным мастером. ДВП, фанера из березы, ясеневый шпон. То есть, ребята, она по качеству как мальше. Такая же. Вот такая же шкафчик стоит 20. Давай смотри, что у него положили за 20 тысяч. Одни петли только еще стоят. Смотри, какие красивые. А теперь фокус. Нет фокуса. Нету. Гремит. За 20 тысяч гремит. На ножках. Ну, это классика, ребята. Заказывали, тоже скажу. Несколько раз. Не шибко в Саранске дорогую мебель любят. Шкаф, витрина. Да я бы не сказал, что не любят. Любят как раз. Только не говорят об этом. Можно, да? Сам заказывай. Сам ездит. Дим, иди сюда. Я не могу взять. А что, что не так? А почему вот так петля ходит? Потому что она накладная петелька. А нет, не накладная. Ну-ка, уберите, пожалуйста, ручку. И все так ходят? А, это так ходят? Да? Она вот эта целиковая штука идет. Вот эта штука целиковая. И отдельно вот эта присопачивается. И она на защелку. Петля на защелку идет. Ее не отверткой закручивается. Петля сидит. Ну, порадуй меня. Порадуй. Примерные петли идут у бюро Хемнес. Такие же? Похожие. Да, на систему похожие. Поняли разницу между Мальчо и режиссером. Хотя материал фактически одинаковый. Я поэтому предложила Диме показать сравнение. Да, режиссер побюджетнее. Но Мальчо, конечно, шикарнейшая линейка. Я понимаю, что это маленький обзор. Это не наш формат, когда нужно все разложить и разобрать. Но, друзья, серия стоит неудачно. Да, Краснодар, вам большой минус за то, что эта дорогая мебель, спрятанная от покупателей, она должна играть. Она должна быть выставлена в отдельном светлом интерьере. Тогда, соответственно, и продажи вырастут. Просто ее, вот мы тут пока готовились, я пока батарейку менял, ни один в эту сторону не посмотрел. Все мимо проходят. Потому что она закрыта комодами. Вот смотрите, вот тут. У нас небольшой коридорчик. Ну, тут столб стоит, вот. Ну, да, его берешь. И вот в эту сторону никто не смотрит вообще. Хоть она и светлая, подсветочка, все педали. Нет. В общем, печалька, но факт остается фактом. Друзья, как обычно, отзывы ваши очень важны. У кого уже есть данная серия, вы ей пользуетесь. Поделитесь, ваш опыт очень ценен для других. Мне безумно понравилось. Я прям понимаю, что я, наверное, хочу такую серию. Но нужно переделывать зал. Нет. Надо строить новый дом. Надо строить дом. Точно. Потому что ваши хотелки уже в квартиру не умещаются. Не умещаются. Вот. Конечно, обзорчик маленький, повторюсь, не формат. Но, ну, Дима где-то в промежутках его выпустит. Просто вот как, ну, дам уважения подписчикам. Девушка очень хочет купить эту серию. Я поэтому тебе попросила снять этот обзор, уделить время. Человек хочет купить эту серию, в Икеа попасть не может физически никак. И очень важно увидеть, как это выглядит вживую. Стоит ли ей тратить такую сумму денег? Предметы стоящие. Если финансы позволяют, интерьер подходящий, берите. Серия обалденная. И вот даже вот, давай вернемся. Вот ты ни за что даже не подумаешь, что этот тонкий слой шпона. Вообще шпона бояться не надо. Шпон – это древесина. Просто вот как раз от толщины слоя цена зависит. От выделки цена зависит. Подойдите, может, немножечко, может, как-нибудь я смогу уловить сам рельеф. И фокус не хочет. Вот. Он смотрит с факторами. Тебе понравилось? Да. Ты сначала шел, говорю, господи, что ее снимать там? Чернотишка. Ну, ее тяжело снимать, Таня. Она дает сразу в контраст, в светлом помещении. И не передает она вот это как раз все вот эти. А если вот отсюда попробовать, просто объем картинки показать? Нет, нет, нет. Из-за того, что она черная, она не передает всю эту красоту вот эту. Она вот как будто крашеный черный. Вот так. Выглядит на самом деле. Да. Спасибо. Ну, в общем, у нас все, друзья. На сегодня мы закончили съемки в Икея Краснодар. Мы что-то здесь прописались. Нам даже уже сегодня разрешать. Это даже стыд. Обращаться. А? Даже стыдно обращаться, что расскажет. Вы что, что такое? В общем, мы что-то прописались. Мы каждую неделю ездим в Краснодар. И, кстати, привет сегодняшним подписчикам. А с кем мы пообщались. Поэтому желание, если будет, приезжайте в Икею и ловите нас. Смелее. Да. Мы не писаем. Ваши просим. Пока. Пока.